Мы продолжаем говорить о Псалтирии, последняя вводная беседа о Псалтирии вообще. Предваряющий некий курс, цикл бесед о Псалтирии для интернет-портала Экзегет. Мы говорили в прошлый раз о том, что очень важно и нами не оценивается сейчас то, какие слова слышит ребенок. В самых-самых первых моментах восприятия слова. Конечно, он слышит очень много, и если это верующие люди, они как-то молятся, как-то что-то говорят, это слышат. Но ведь осознание и вхождение в мир слова у ребенка начинается тогда, когда он начинает говорить. Вот потом, более глубже, когда он начинает читать. Что он начинает читать? Какие книги вводят его в мир слова, в данном случае русского слова. И, конечно, я уже говорил в прошлый раз, что любые хорошие русские стихи и сказки, они хороши. Хороши, но они ставят перед нами проблему, перед родителями ставят проблему, чтобы через слово ввести ребенка в мир других художественных произведений, в которых Бог на страницах этих произведений, в мире героев этих произведений присутствует. Вот, скажем, никто же не сознает, насколько никто никогда не проводил подобных исследований, насколько те тексты книжки, которые читает ребенок, насколько они способствуют его взрослению. И, скажем, ребенок, читающий текст, ну, той же самой Агни Бартоте, те тексты, которые упоминал в прошлой беседе, если он их учится читать в три года, ну, в общем-то, нормально. А если в семь лет? Ну, явно для этого не подходит, потому что мир переживаний детских, он уже для него закрыт. То есть, ребенок в семь лет должен другое переживать, а не то, что оторвали мишкой лапу. Вот это, мы как бы, если бы учили на этих текстах, мы бы только воспитывали инфантильного ребенка. А какие тексты должны? Он же ведь только учится читать. Он же только учится складывать слова. По идее, должен быть текст простой. И вот мы начинаем говорить ему о текстах, которые, находить эти тексты, которые были бы ему понятны, но в то же время соответствовали его возрасту, и не можем их найти. А что происходит с ребенком, который в этом возрасте учится читать по псалтыре? Который входит в мир псалтырных образов и слов, для которых Господь просвещение мое и Спаситель мою, кого убоюсь, является, может быть, первой фразой, которую он сказал, которую он прочитал. Первое слово было «Господь», «Просвещение мое». Или другие какие-то короткие псалмы, которые читает ребенок. Насколько бы изменился мир человека, который первые слова произносил такие серьезные. Насколько бы более взрослым он был. Я далек от мысли, чтобы современного ребенка так учить читать. Это не получится, не пройдет. Но на самом деле это объясняет очень многое в зрелости тогдашних людей, для которых фактически они очень быстро проходили детский период. У них было очень короткое детство. И очень рано взрослели. Но именно взрослели они к возрасту, когда у наших детей начинает играть детство, и мы чувствуем их инфантилизм. Они уже дети прошлых эпох становились взрослые. Никто же не знает, насколько в их взрослении, какую роль в их взрослении играло слово, которое они слушали. И слово написанное, и слово звучащее, слово отца или матери, которые им говорили их родители, или которые они слышали из уст своих родителей. Насколько вообще слово способствует детскости или инфантилизму, взрослению и взрослости, ответственности и вхождению человека в мир веры. Когда-то Василий Васильевич Розанов сказал замечательную фразу, уже поздним умом оценивая свое детство. Он говорит очень глубоко. Вообще он очень человек неординарный, и иногда он очень честно вскрывает проблемы своего поколения. Он говорит всякая, вся проблема моего поколения в том, что мы Прудона прочитали раньше, чем Евангелие. Если бы нас учили по Евангелию читать, может быть мы были со всеми другими людьми. Это, к сожалению, так. Так вот, возвращаясь к Псалтыре, очень важно понимать, что человек прошлых эпох, читающий постоянно Псалтырь, он имел в Псалтыре некий инструмент, некий инструмент, как камертон, позволяющий всегда, как бы, вспомнить, как звучит интонации сердца, долженствующие быть у Сына Божьего. Он, как бы, обращаясь к Псалтыре, всегда настраивал себя на те чувства и мысли, которые должен чувствовать и переживать Сын Божий. Вот. И обращаясь к Псалтыре, он находил все. Это сейчас у нас много книг тоненьких, толстеньких, умненьких и не очень, глубоких, порой совершенно каких-то легкомысленных. И все они написаны на тему чего-то божественного. В среде этих, то есть, на полках книжных магазинов стоят не только книги, наполненные божественным, но и книги, которые наполнены совершенной ложью. И мы тоже их, к сожалению, читаем. Иногда до того, как найдем истинные книги, иногда вместе с истинными книгами, иногда мы читаем совершенно вредные книги, причем не замечая, что эти книги вредны. У нас очень много слов. Прежний человек, он, найдя камертон, найдя Псалтырь, он обращался к ней во всех случаях своей жизни. Он не искал брошюрок, объясняющих ему христианскую веру. Он читал Псалтырь. Он не читал книг, там, 500 страничных о промысле Божьем. Он читал Псалтырь. Он не читал статьи разных философов и священников и святых отцов о том, почему человек страдает. Он читал Псалтырь. Он не размышлял о том, почему такие нынешние вожди и управители, почему такая тяжелая жизненная ситуация или политическая обстановка, он читал Псалтырь. Во всех случаях он читал Псалтырь. И обращаясь к Псалмам, человек получал все, что ему было нужно. О промысле, знание закона Божьего, того, что должен переживать человек, о том, почему стоит мир, как должен жить человек в этом мире, какие правила его поведения, как он должен относиться к Богу, как он должен относиться к другим людям. Что происходит, когда человек грешит? Что происходит, когда человек не грешит? Как ему грешить? Как ему не грешить? Что является основным в духовных законах человеческого бытия? Что является второстепенным? Какие грехи допустимы, какие недопустимы? Все, совершенно все основные проблемы человеческой жизни в отношениях к миру, в отношениях к человеку, в отношениях к Богу, все Псалтырь охватывает. Только такая особенность, что все вот это пространство необходимого человеку знания, все это в Псалтыре переживается молитвенно. Ну, или, чтобы понять не было, переживается благодатно. То есть, ну, понимаете, берете, например, закон Божий. Можете взять традиционный закон Божий отца Серафима Слободского. Можете взять какой-нибудь современный закон Божий. Ну, или катехизис, их еще больше. Ну, пусть закон Божий, он есть почти в каждом доме. Берете закон Божий. Вы все там знаете, там все слова вам знакомы, вы его читали уже много-много раз. Вот, стоите перед иконами, открываете закон Божий, начинаете читать. Получается? Не получается. Вот это же книга, сухая книга, где рациональным языком, рациональными образами, собственно, для того нужен закон Божий, все расписан. Вы читаете, да, но все, что вы читаете, касается вашего ума, сознания, точнее, вашей разумности, нашего рацио. То есть, мы это все вспоминаем, мы это запомнили, закон Божий положили, и через день мы, может быть, ничего не помним. Ну, не страшно, закон-то Божий стоит, возьмем, снова прочитаем. Вот, но перед иконами не получается. Это не книга, по которой молятся. Мы берем то же самое в псалтыре, и читаем тот же самый закон. Это может быть в виде 118-го псалма, это может быть в виде, скажем, 103-го псалма, как творился мир. Может, в виде 104-го псалма, как творилась история. Это может быть в виде, скажем, 14-го псалма, в котором говорится о том, какими качествами должен обрадать человек, или 68-й псалом о страдании Христа. Какое угодно. Вы читаете то же самое, что в законе Божьем, но вы это, если вы правильно пользуетесь псалтырью, вы, в конце концов, начинаете это переживать. Переживать. То есть, вы переживаете закон Божий. Не пытаетесь запихать в наше, в ваше сознание некие положения догмы и догматы, некие правила и каноны. Вы все это переживаете сердцем, вы входите, грубо говоря, в закон Божий. Вы врастаете в закон. Закон Божий становится законом вашего сердца, законом ваших поступков, законом ваших мыслей. Вы, собственно, и получаете то, что сказал пророк Иеремия про людей Нового Завета, что закон будет написан у них на платяных скрижалях сердца. Внутри у них будет закон. А не просто вот где-то с полочки взят. Но псалтырью и помогает нам войти в переживание и истории, и догмата, и пришествие Христа, и его распять, и истинное воскресение, и покаяние. Мы все это именно переживаем. То есть, мы через псалтырь достигаем того, чего не может достичь современная, ну, скажем, педагогика. Да и вообще педагогика не может достичь. Так, чтобы человек, читая некий рационально изложенный какой-то материал, чтобы он это пережил. Все же педагоги понимают, что если это пережить, тогда человек начинает к этому, прикрепился к этому сердцем, и тогда это знание становится усвоенным им. Он пережил некий новый концепт, некое новое знание, и это знание усвоено. Мы этого как раз и не можем добиться современных детей. Особенно в советская школа как-то, хоть где-то, хоть местами, временами этого добивалось. Современно мы не можем это добиться. Ни в области литературы, истории, общества знаний, уж не говори об естественных науках. Но именно, ведь, скажем, физик не просто, настоящий физик не просто думает физическими формулами. Он же любит физику. Он же ей предан сердцем. Он же думает физическими категориями, чувствует физическими категориями. Он болеет физикой. Это его жизнь, а не то, о чем он думает. И поэтому он и открывает какой-нибудь там Эйнштейн, или Пуанкаре, Ландау, или Капица. Он и совершает открытие, потому что, или Меделеев, он вживается в эту науку. Он ее в классическом, греческом смысле слова, познает. То есть, соединяется с предметом своего изучения. Поэтому он вживается в ткань бытия, и у него рождаются открытия. Не умом же он это делает. Невозможно сделать умом. Это всегда откровение, как ярче всего об этом сказал Андрей Пуанкаре, когда свою знаменитую формулу открыл. Он так и описывает, что это было откровение. Он думал, 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 только тогда, когда это захватило все его существа, во что бы то ни стало проникнуть, на него свалилось это откровение. Он углядел, открыл эту формулу, в самом глубоком, при прямом смысле этого слова, открыл. Потому что он прикоснулся к истокам этого мира, для того, чтобы... Потому что жил и любил то, чем он занимался. И вот человек, когда он читает закон Божий, у него есть знания. Но эти знания не конституируют его жизнь. Когда он обращается к псалтыре, когда он читает псалтырь, когда он молится словами псалтыри, это же знание становится не просто знанием, оно становится образом жизни. Он проживает это знание, и эти знания становятся включенными вообще в основные аспекты его постоянного бытия. И потому древние люди, получающие себя псалтырю, были так не только верными и верующими, они были очень-очень мудры. Именно умудряя себя этим текстом. Ну и это, собственно, это все предопределило уникальность псалтыри, как вот не просто сборника молитв, а как книги, которая как скелет, она определяет весь духовно-молитвенный и литургический строй церковной жизни. Псалтырь использовалась всегда, используется сегодня, будет использоваться до тех пор, пока существует в этом мире церковь. По сути дела, еще до того, как были составлены все молитвы, нам известны или неизвестны, псалтырь уже использовалась в богослужении, составляла ее фундамент и канву, составляет она и сейчас. Собственно, псалтырь есть канон богослужения, цемент, связывающий между собой различные блоки этого богослужения, образец, по которому составляется богослужение. Поэтикой псалтыри проникнуты все молитвы, все хорошие каноны, все добрые акафисты. Все, что рождено в богослужебную ткань церкви за 2000 лет, все так или иначе связано псалтырию, сцементировано псалтырию, пронизано псалтырию, и заключено в псалтырную канву. Псалтырь, попросту говоря, есть ключ к православному богослужению, есть ключ к тому миру, который это богослужение открывает нам в самые сокровенные уголки, в самые потаенные комнаты непонятности православного богослужения. Псалтырь открывает нам доступ. Она не просто словесная ткань, она понятийная, содержательная, образная ткань всего богослужения. Главное, что на основании псалтыри, как тех слов, которые вышли из сердца Давида и некоторых других людей, по сути дела, по тому же самому признаку у людей, пришедших в мир гораздо позже Давида. Но Дух Святой делал с сердцем то же самое, что делал с сердцем Давида. И они продолжали создавать слова, в которых рассказывали о плаче и хвале, о бытии и мироустройстве, о истории, о спасении, о явлении в мир Христа. Все это создано в том же самом ключе, в котором некогда появилась псалтырь, которая является, по сути дела, и альфой, и омегой всего православного богослужения. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры делал DimaTorzok